ДИПОНИЯ А так же не забудьте усесться поудобнее, заварить себе вкусный чаёк и заранее желаю приятного аппетита. Ну что ж, погнали! Новая игра! Выберите режим инвентаря, открыть по повороту колёсико, давайте по повороту колёсико. Ну что ещё, разве игра не должна была начаться? Погодите. Слишком громкая речь. Ага. Надо мной поугарать решили в итоге. Да, всё. Компьютер, поговори с Фензелем. Тебе не обязательно это говорить. С кем ты говоришь? С тобой, конечно, ты же на меня щёлкнул. Тоже мне умник. Скажи лучше, что не так с прессом и перестань болтать ногами. Он работает очень медленно и не может ничего толком раздавить. Но это каждому идиоту, ясно. Может, сам тогда проведёшь обучение? В два счёта. Сначала я объясню... Так. Как говорить с кем-нибудь? Как смотреть на предмет? Как говорить с кем-нибудь? Ты щёлкаешь на персонажа значком рта? Ха-ха-ха. Нет, совсем не так. Я говорю с тобой с помощью значка диалога. Всем известно, что в этой игре нет значка рта. Это зато есть значок диалога вместо него. И мой любимый значок – значок головы Руфуса, чтобы одеваться, пить и есть. Если ты даже этого не понимаешь, как я смогу научить тебя? Как смотреть на предмет? Я знаю. Понятно. И как же? Я навожу на него курсор и щёлкаю правой кнопкой, когда вижу значок глаза. Ну, теория – это легко. А как насчёт практики? Эй, это твоё обучение. Испугался, да? Ладно, так и будет. Я покажу. Видишь эту штучку на полу? Я использую «э» – значок языка. Значок глаза. Я щёлкнул на швучку, таким образом посмотрев на неё. Так что, гляди в оба. Забавно. Так, надо чуть-чуть речи добавить. А то так их вообще не слышно, даже чуть-чуть. Поехали. Я думал, ты хотела смотреть эту штуку на полу. Я и так её вижу. Вот она лежит. Я имею в виду посмотреть на неё поближе. Наведи на неё курсор и щёкни правой кнопкой, когда появится значок глаза. Что это? Это катодный поршень. Спасибо за твоё мнение, Вензель. Но я в состоянии узнать гидравлический зажимной дуплексер. Жаль, я могу только смотреть на него. Такой дуплексер пригодился бы. Ты можешь его взять. Наведи на него курсор, чтобы появился значок руки. Ты пришёл к ней левой кнопкой, чтобы его подобрать. Наверняка есть способ попроще. Если ты так считаешь. Готово. Ладно, я взял дуплексер. Что мне с ним делать? Ты положил его в карман. Туда попадают все твои предметы. Ты взял предмет. Теперь ты можешь открыть карман, прогрнув колесо мыши. Прикольно. Уверно, это твой карман. Я и сам знаю. Ты всегда можешь осмотреть предметы у себя в кармане. Ты ведь и всё ещё помнишь, как это сделать? Что мне с этим делать? Похоже на сломанную деталь. Бум. Смотри, вензель я почти закончил. Впечатляет, серьёзно. И бум. Ха, подходит. Теперь ты должен... Эй, не надо комментировать каждый мой шаг. Я и сам справлюсь. Как скажешь? Понимаю нажать на кнопку. Эй, Руфус, ещё кое-что. Я же сказал, что спалить без тебя. Теперь нужно только нажать на кнопку и тут же... Ох, как я люблю обучение. Ага. О, опять он. Ты, alte Меме, denkст, ты hast проблемы. Но, weil etwas abwascht, die Spüle verstopft. Шмар das Geцäter, Gedenки der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren, schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit Как это красиво и громко. Надо потише сделать. Надо сделать потише, ребятки. Отлично. Ну что ж. Давайте теперь подуберём всё-таки громкость музыки и громкость эффектов. А то громко прям я не могу. Продолжаем. Телескоп. О. Как всегда сплошная дрянь по телеку. Так, можно, думаю, всё-таки эффекты чуть-чуть добавить. Так. Ну понятно. Окей, всё. Как всегда сплошная дрянь по телеку. Так, чемодан. А, вот мой список. Посмотрим. Похоже, я собрал почти всё, что нужно. Всё, что мне нужно, это провиант. Зубная щётка, пара носков и болторез. Болторез? Что за... Наверное, у меня была причина взять его с собой. Вообще, на самом деле, похоже, после того ролика ещё была какая-то превьюшка, которую я пропустил, к сожалению. Мой отец оставил мне чемодан, прежде чем бросить меня. Я не хочу его открывать. Не хочу снова разочаровываться. Ой-ой-ой, как грустно. Без отца. Ага. Допустим. Не-не, всё, давай. Можем идти. Так. Дверь в ванной. Допустим. Стой. Вантус. Не знаю, зачем он мне, но пригодится, наверное. Гадкая записка. Записка от Тони. И чего только она жалуется. Пожалуйста, уберись в ванной хотя бы раз. Ага, мечтать не вредно. Страшно. Фу, что за комарина и моча, фея. Сделяться шкафчика. Моющие средства, болторез. Без понятия, зачем мне всё это. Дверь в комнату Тони. Комната Тони. Нифига. Что это? Гильотина, чтобы я не входил в её комнату? В этой девчонке они все дома. Выражай, если бы мы вообще могли быть вместе. Держись подальше от моей комнаты. Тебе тут больше нечего делать. Что Тони о себе возомнила. Как будто мне нечем заняться, кроме как копаться в её вещах. Задний двор Тони. Нет, я ещё не собрал вещи. А, мы как раз расходимся с Тони, я понял. Вот что происходит, вот что мы пропустили. Не смеясь на диване. И что, разве это плохо? Помой уже посуду. Она сама себя не помоет. Кто знает, а вдруг... Так, допустим. Допустим. Кастрюля с водой. Не понимаю, почему это я должен быть посуду. А то они в том деле гораздо больше опыта. Ладно. Ты опять сожрал всю еду. И я постоянно хожу твой хлам в холодильнике. Ты совсем совесть потерял. Я не понимаю вопроса. Жёлтый носок. Страшно. Посмотрим, может в карманах осталось что-нибудь полезное. Эй, тут и правда что-то есть. Носок. Круто. Крошки на диване. Похоже, тут осталось немного васаби гороха. Я не буду их собирать, пока я не думаю, что их положить. А если что положить? Ну, допустим, кастрюля. Мыть мебель? Я не сумасшедший. В смысле, это же мебель. Она не хотела гулять и не пачкалась в грязи. Допустим. А если попробовать в носок? Нет, второго насказания видимости не обнаружено. Ладно. Ну, тогда пойдём на двор Тони. Нет, я ещё не собрал вещи. Ага. Ладно. Без шансов. Ладно. Не забывай. Не забывай. О, зубная щётка. Вот что я упустил. Что за зубная щётка сбежала от меня? Наверное, нужно было хранить её подальше от микробов. Дверица шкафчика. Тёмный угол. Щётка, 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 иди к папочке. Вот хлам. Чтобы поймать, нужен план получше. И какой же план? Зачем мне тут убираться? Поставить где-то рядом эту. Допустим. А как мне её поймать тогда? Вантусом? Нет, раньше угол хорошим местом для заначек. Но то они тут первым делом посмотрят. И как мне её поймать? Вилкой? Нет. Моющим средством? Зачем мне тут убираться? Ладно. Носком. Носком. Так. Ещё раз. Да, каким образом тогда её ловить-то-то? Заперто, наверное, ключ утонит. Так, я пока не понимаю, как ловить. Так. То есть, получается, мне надо, по сути, туда вещи убирать? Ага. Болторез не знает для чего. Есть. Отлично. Список. Так. Ладно. Давайте дальше тогда. Вантус нужен был? Не. Это главное не понадобится мне на Элизи. Лучше буду придерживаться списка. Что у тебя ещё в списке было? Болторез. Зубная щётка. Провиант. Носки. А, носки ещё. Всё хорошо. Тогда. Тогда носок раз. Погоди, что? Носок того же цвета? Ну что, стоит помыть? Ага, да. Нужна горячая вода. Надо носок постирать. Но где взять возможность это сделать? Вот она, печка. Так. Так, ТЕ. Сейчас по сути можно взять. Ага. И допустим, берём кастрюлю. Окей. Бум. Иду нещий жал, что не занимаюсь хозяйством. Теперь туда же носок. Ага, наверное, я уверен, что нужна горячая вода. Вода пока не горячая, потому что её растопить нечем. А, стоять. Бум. Моё ещё средство. Ручная горелка. Не надо что-то воспоминяющее, чтобы зажечь огонь. Что хорошо горит. Куча записок. Но это, конечно, плохо. Не, реально, это нехорошо. Она все эти записки писала, чтобы что-то сделать. А по итогу... Ну ладно. Не мне судить. Туда первый носок. Бум. И... Бум. Готово. Так. Банку использованного масла сюда не нужно? Ага. Надо избавиться от него. Пустая банка. Мне не нужно этого делать. Зачем мне вилка? А кому нужны многофункциональные инструменты? Они для любителей. Ну все? Да нет, не этим. А. Носок сменил цвет. Но где же другой носок? Ну, явный случай взлетленного смешивания цветов. Так. Ладно. А как тогда снимать в этот раз? Девая вода такая грязная, что вещи будут чище, если их не мыть. Допустим. Тогда я пока не понимаю, чем вылавливать вторую. Фу. Так, может мне воды надо набрать? Ладно. По ладоси пусто. Так, сейчас. Скорее всего, вот ему нужна баночка. Будет ли я найду там что-то нибудь аппетитное? В смысле? То есть... Ладно. Как мне тогда ловить ее? Как мне тогда... А, непонятно. Сложно. Так. Ну, двец у шкафчика закроем. Как понять щетку... Как поймать, вернее, щетку, пока непонятно. Как достать второй носок? Тоже непонятно. По факту, просто бы набрать воды и затушить. Но он не хочет набирать. Так, становится сложнее, чем я думал. Поехали. Так. Допустим. Окей. Лучная горелка. Я давно оставил попытки открыть чемодан. Я даже не хочу знать, что внутри. Старые планы побега? Мои старые планы побега. Некоторые из них были не так уж и плохи. Что здесь будет? То же самое до сих пор. Как всегда, струстная дрянь по телеку. Ну да. Окей. Здесь вообще ничего нет на этаже. М-м-м, заперто. Вот что с этим делать? Как туда проходить? Никак, видимо. Можут вот это попробовать открыть. Вот таким образом. К счастью, я одаренный взломщик. Проклятие, с правильным инструментом это было бы проще простого. Так. Давайте вантус. Боюсь, вантус тут не пригодится. А жаль, обожаю орудовать вантусом. Погодите, может все-таки раны болторез убрал? Нет, я еще не собрал вещи. Блин. Надеюсь, нет. Это будет обидно, потому что... Я исчерпал все возможные идеи. Я тут больше не вижу ничего для интерактирования. Шкаф. Ну, понятно, без вариантов. Так, интересно. Так, ну что ж. Давайте думать. Я все еще не могу понять, что не так с носками. Один носок зеленый. Печально. Но это же не пара. Не понимаю, почему. Ну, да ладно. Так, с помощью вантуза идем в шкаф. О, да. Все-таки открыли наконец-то. Мышиная нора. Ага. Прикольно, прикольно. Так, что дальше? У нас остались крошки на диване. Их непонятно, во что собирать. Абсолютно непонятно. А, вот для чего нам пустая банка, видимо. Грррр. Они подойдут в качестве провианта в пути. Так, теперь. А вот мышеловка нам пригодится для этой. Для зубной щетки. Этого паразита ждет неприятный сюрприз. До какого паразита мы о твоей щетке говорим? Эй, щетка, щетка, иди к папочке. Ха, попалась. Ты у меня помучаешься, когда я буду чистить зубы в следующий раз. Страшно. Так, ну что ж, а вот теперь давайте провиант. Провиант. Чек. Отлично, и носок. Сначала нужно и носок того же цвета. Не хочу оказаться на Элизиуме, выреженный как идиот. А где я тебе его возьму? Не понял. А где взять еще один зеленый носок-то? Что за загадка на миллион? Где взять еще один носочек? Вот этого я вообще не понимаю. Так. Непонятно. Короче, поискал я немало времени, побродил. Пока, честно говоря, вообще не понимаю, где он может быть. То есть тут, допустим, мы с вами все прошли. С ботинком не поинтерактировать, с этим всем не поинтерактировать. В аптечку залезть не получается. Задний двор недоступен. Задний двор недоступен. К холодосе нету. В кипячку уже не залезть. Может быть, все-таки в изначальной комнате с чем-то можно еще поинтерактировать. О! С подушкой можно. Офигеть. Тебе, ясно, почему мне снились такие странные сны? Ну, хорошо. Отлично. Чемодан. Носки есть. Похоже, я все упаковал. Уф, теперь я не могу его закрыть. Похоже, придется что-то вытащить. Но что? Щетку? Он занимает не так уж много места. Бравиант? Он занимает не так уж много места. Носки? Значит, болторез. Я ни за что не смогу закричивать чемодан с таким монстром внутри. Там, куда я отправляюсь, болторез мне не понадобится. Интересно, почему он вообще оказался в моем списке? Теперь закрывается. Вещи упакованы, можно отправляться. Агр, ай. Кажется, я потянул лодыжку. Эй, Руфус, ты был бы приберег силы для неизбежного падения в пропасть. Спасибо, Вензель. Прибереги свой сарказм для кого-то менее подготовленного, чем я. На этот раз я все учел. Это будет легче легкого. В прошлый раз я тоже самое говорил. Мы потом несколько дней выдергивали колючки от кактуса у тебя из ада. Забыл? Это все хлам давно. На этот раз все сработает. И когда я Елизианска фея буду делать не массаж, я попрошу ее остановиться, чтобы я мог посмеяться над тобой. Подумаешь, слушай, можно мне взять твои вещи? Ага, конечно, все что хочешь. В Этидере все равно нет ничего ценного. Самое время мне оставить все это позади. Отлично. Надеюсь, ты не забыл откалибровать гарпун. Это потом, когда ложу все в кабину. Ну тогда поторопись. Ты же знаешь, органомцы никогда не опаздывают. Неплохо, неплохо. Ну что ж, ребят, на этом будем заканчивать первую серию. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ролики выходят ежедневно. Мне игрушка нравится. Реально очень интересный поинт-н-клик. Ну что ж, на этом все. Увидимся, ребят. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok